Патрик Кинг. Десять минут философии. От буддизма к стаицизму, Конфуцию и Аристотелю. Ковинтэссенция мудрости от величайших мыслителей в истории. Классические идеи и античные концепции в разрезе современности. Неакадемический подход, счастье и лучшие жизни. В философии не обязательно должна быть скучной и неконкретной. Сумев пробиться сквозь дебри сложной терминологии и расплывчатой аргументации, мы обретем настоящее сокровище знания и просветления. Не волнуйтесь, перед вами не учебник. Потерялись на жизненном пути? Ищите чего-то большего? Обратитесь к тысячелетней мудрости. Десять минут философии. Ваше введение в философию, а точнее, краткий экскурс в область мировоззренческих взглядов философов, шести самых влиятельных в истории философских школ. Да, вас ждут трудности. Но еще и реальные практические советы о том, как сделать лучше собственную жизнь. Философия не всегда требует туманных мыслительных упражнений. Эта книга и откроет вам нечто новое, и принесет конкретную пользу. Здесь вы не найдете псевдомагических изысков. Мы перейдем прямо к делу, и вы сразу сможете применить полученные знания на практике. Патрик Кинг, пользующийся мировой известностью, автор, бестселлеров и предпринимателей. Фундамент его трудов сложен из прочных блоков. Это результаты исследований, опыт работы в академических кругах, коучинг и, конечно же, реальная жизнь. Познакомьтесь с различными философскими течениями, получите новые знания, отыщите путь к тому, чего желаете. Аристотель, древнегреческая идея, эвдемонии. Буддизм, как избавиться от несчастья, страсти и желаний. Зачем нам, Декарт, его демоны и сны? Как жить в соответствии с Дао и достичь Уэй? Марк Аврелий, как обращать препятствия в свою пользу? Огромное культурное влияние конфуцианства, и что с ним делать? Читается легко, усваивается быстро. Создайте собственную карту жизненного пути. Глава первая. Какова ваша философия? Слово «философия» принадлежит к числу терминов, которые работают как тест Роршаха. Тест Роршаха также известен как «пятна Роршаха». Некоторые психологи показывают пациентам расплывчатые картинки, отдаленно напоминающие чернильные кляксы на бумаге, и задают вопрос, на что это похоже. Пациент рассказывает о своих ассоциациях и представлениях. Суть теста следующая. Пациент видит в расплывчатом изображении все, что хочет видеть, и это говорит о типе его личности, его видении мира, эмоциональном состоянии и многом другом. Два человека, смотря на одно и то же смазанное чернильное пятно, могут увидеть два совершенно разных образа, которые при этом не имеют ничего общего с картинкой как таковой. С философией то же самое. Я говорю об этом потому, что далеко не все относятся к философии позитивно или просто с интересом. Если вы считаете философствование бесполезной тратой времени, тогда, конечно, так и будет. Вы услышите множество пустых банальностей и спросите себя, зачем это все нужно? Подобный скептический подход весьма распространен, и порой даже объясним. Но разве можно решить проблему просто размышляя и разглагольствуя? И правда, если я голоден или прямо сейчас нуждаюсь в убежище, трудно понять, какую такую ценность для моей жизни имеет философия. Какую ощутимую пользу принесет знание своей жизненной цели? Ощутимую, то есть, чтобы потрогать руками? Никакой. Но философия для этого и не предназначена. Если вы ищете область знаний, которая вас немедленно обогатит, советую взять учебник по дизайну или финансам. Философия во все времена обогащала ваше мышление, способствуя достижению счастья и самореализации. Все это не поддается измерению практическими методами, однако, возможно, именно в этом и состоит величайшая цель жизни любого человека. Должен признаться, что и сам я когда-то думал так же. А если взглянуть на социальную иерархию особенно, в жестокие времена античности, то, конечно, философ котировался намного ниже, чем охотник, плотник или рыбак, по крайней мере, с чисто утилитарной точки зрения. Действительно, какую роль играл философ в социуме, помимо учительствования? Давайте, однако, зададимся вопросом, как наши предки научились считать, определять примерный размер Земли, строить звездные карты? Когда еда и убежище переставали быть насущной потребностью, люди имели возможность просто посидеть и подумать о разных вещах. И как раз это свободное время и способствовало эволюции человека. Философы были хранителями знаний, аналитиками, исследователями, первооткрывателями и учеными. Разумеется, не случайен тот факт, что, оглядываясь на жизнь величайших философов истории, мы видим, они были деятелями науки, учителями и математиками. Человеческая потребность в понимании, скажем, даже в контроле своего окружения, ненасытна. И только естественно, что она выходит за пределы практических нужд, таких как ведение сельского хозяйства и разнообразные расчеты, и затрагивает такие понятия, как цель, этика, мораль, смысл, значение и жизнь в целом. Если исходить из пирамиды потребностей Маслоу, то люди неизбежно, после удовлетворения базовых потребностей, фокусируют свое внимание на познании, поисках смысла, исследованиях и самореализации, самоактуализации. Слово «философия» происходит от греческой фразы, означающей «любовь к мудрости». А кто откажется от того, чтобы стать мудрым? Философия начиналась с проявления активного любопытства в отношении таинственного мира, вокруг и поиска ответов единственно доступным путем. А древние философы не обладали богатейшим инструментарием современной науки и техники, чтобы найти ответы. Поэтому им пришлось начинать с самого начала, задействуя мышление, рассуждение и критический анализ с целью обрести знания и истину. Как определить, в чем разница между мужчиной и женщиной, и почему по утрам встает солнце? Единственная опорная точка для начала – это думать, рассуждать, наблюдать и подвергать сомнению все то, что считается известным. Возможно, именно поэтому порой кажется, что философия избыточна, изобилует повторами, вечно задаваясь вопросом, откуда вы знаете то, что вы думаете, что знаете? Но это все, что она может, и вы получите полное представление о подобном подходе, когда мы на страницах этой книги познакомимся с Рене Декартом. Философы прежних времен задавали массу вопросов, на которые мы и поныне не можем однозначно ответить или привести конкретные доказательства в пользу того или иного ответа, даже опираясь на успехи продвинутых технологий. А ведь тех все это не останавливало. Что есть жизнь? Что такое правильно и неправильно? Каково наше предназначение? Как нужно жить? Что реально, а что нет? Философии ищут ответы на подобные вопросы. В общем, разные философские школы отвечают на них и подходят к ним очень по-разному. Теперь, два тысячелетия спустя, мы ничуть не ближе к объективным ответам, однако за это время были разработаны самые разные концепции, и каждая из них способна привести вас к счастью самореализации, что, собственно, и является истинной пользой от изучения философии. В конечном счете, такова цель нашей книги исследовать ряд концепций самореализации и найти ту, которая отвечает вашему персональному видению. Возможно, вы обнаружите, что вам отзывается лишь одна. В таком случае смело отбрасывайте все, что вам не понравится. Возможно, каждая из них откликнется вам по-своему. Тогда пойдите по пути героя романа Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей» и составьте из отдельных фрагментов свою личную версию поиска счастья. Но, как вы увидите на примере следующего мысленного эксперимента, не так просто проложить своему кораблю прямой и однозначный курс прямо к цели. Проблема вагонетки. Один из самых знаменитых философских вопросов ставится в морально-этическом мысленном эксперименте под названием «Проблема вагонетки». В общем, суть этой проблемы определите для себя и других, что аморально, а что нет. Возможно, при этом вы обнаружите, что ваше представление о морали вступает в непосредственное противоречие с представлениями других людей. Первоначально данный мысленный эксперимент предложила Филиппа Фуд в 1967 году, а позднее его адаптировала Джудит Томпсон. Природа любой дилеммы такова, что она порождает разнообразные ответы, которые требуют осмысления. Это плодороднейшая почва для разногласий и анализа различных интерпретаций. И каждый ответ опирается на разные субъективные наборы ценностей и жизненный опыт. Представьте, что вы стоите рядом с рельсами и видите, как сорвавшаяся вагонетка несется, рискуя сбить пятерых рабочих, которые отвернулись и не слышат криков. Даже если они чудом увидят, что их поджидает гибель, все равно беды и не миновать. Вы обычный прохожий, который, к счастью, обладает некими познаниями о том, как функционируют вагонетки. Вы видите вблизи рычаг, соединенный с рельсами, и понимаете, если его потянуть, вагонетка перейдет на запасной путь, и пятеро рабочих будут спасены. Однако в этом и состоит дилемма. Если вы переведете стрелку и вагонетка уйдет на другой путь, то все равно погибнет один человек, который оказался там на рельсах случайно, не ведая об опасности. В других описаниях этого мысленного эксперимента предполагается, что пятеро человек на одном пути, один человек на другом привязаны к рельсам, что не меняет его сути. Решение данной проблемы — это нравственный выбор. Вы потянете за рычаг, чтобы спасти пятерых за счет одного. Сделаете ли что-то вообще? Сможете ли думать практично и убедить себя, что так вы спасаете пять жизней? И как тот или другой вариант мышления повлияет на ваши чувства вины? Что будет, если вы не пошевелите пальцем? Будете ли вы морально виновны в бездействии? Что, если вы не желаете нести ответственность за принятие решения? Что, если вы убежденные фаталисты верите, что решение не в вашей власти? Что, если вы решите, что в великой схеме мироздания одна жизнь не менее ценна, чем пять, так к чему беспокоиться? Здесь нет неверных ответов. В данном эксперименте вагонетка представляет собой образ, побуждающий вас осмыслить обстоятельства и то, определяется ли правота или не правота исключительно конечным исходом или же намерением. Согласно многочисленным исследованиям и опросам, большинство людей готовы потянуть за рычаг и убить одного человека, спасая пятерых. Похоже, в глубине души мы все инстинктивно предпочитаем утилитарный подход и делаем то, что кажется лучшим для большего числа людей. Но, значит ли это, что мы готовы пожертвовать собой, чтобы спасти тонущую лодку с детьми? Что если эти пятеро рабочих убийцы, приговоренные к смерти, а тот единственный новая мать Тереза или просто ваш близкий друг? Что если все пятеро пожилые люди неизлечимо больные раком? Вариации возможного выбора и того, что они говорят о нас самих, бесконечны. Когда вы находитесь в поисках мудрости и знания, не существует верных и неверных ответов даже такого, я бы сделал так, чтобы погибли все шестеро. Он тоже не является неверным и представляет собой вполне допустимую точку зрения. Все мы обладаем врожденным стремлением к добру для себя и других, но так ли это на деле? Если это начинает вас смущать, добро пожаловать в введение философское мышление. Проблема вагонетки всего лишь пример того, какую информацию и знания можно получить просто размышляя и рассуждая. Нет, это далеко не бесцельное времяпрепровождение, поскольку сделанные выводы влияют на закон, политику и принятие решений как на сознательном, так и на подсознательном уровне. И вам придется выяснить, что значит быть высокоморальным и этичным человеком. Далее мы увидим, что нельзя найти простой ответ, оторванный от реальности. Философское мышление само по себе возможно и не приносит материальных выгод, однако процесс его обретения безусловно. Философия есть мышление, так какой же подход следует избрать, чтобы иметь хоть малую надежду решить проблему вагонетки. А если вы начинающий философ, вам понадобится совсем немногое, всего лишь аналитическое чутье, логика, дисциплина и общее понимание причин наследственных связей. Итак, вы сумели вычленить из ткани реальности некую мысленную нить. Что из этого следует? Почему она вообще существует? Куда ведет? Если в тупик, тогда потребуется умение отследить концы и тщательно изучить иные перспективы. Философия требует от человека навыков критического мышления и анализа в чистом виде. К сожалению, истинный смысл многого из того, что мы можем назвать словами, так сказать, навязшими у нас в зубах, скрыт от нас. Так устроен наш мозг и требуется немало сознательных мыслительных усилий, чтобы отыскать этот смысл. Философия суть поток мышления. Она учит нас анализировать аргументы, логические конструкты, критические мыслить, она учит нас отслеживать когнитивные отклонения, логические просчеты, а еще измерять наше умение первооткрывателей, ибо никогда недостаточно одного ответа. Всегда копайте в глубину, всегда есть уровень ниже, и он достой исследования. Ваш взгляд всегда ограничен и искажен. Как же мы можем отказаться от своей персональной перспективы? Что утомительно? Нет, ради поиска истины все средства хороши. Бросьте вызов своей перспективе и поймите, что ценят другие люди. К примеру, да вот вам наша проблема вагонетки. Суть в ее решении не имеющего материального ответа. А с помощью философии вы обретете навыки решения проблем, научитесь навыкам структурирования и классифицирования информации множествами способов, и все они практически полезны для данной конкретной задачи. Вы научитесь определять опорные точки, говорящие сами за себя, и видеть те, что пытаются вас обмануть. Вероятно, величайшее и самое адаптивное умение, которому научит вас философия, это способность действовать и даже процветать в областях неоднозначного. В мире реальности человек часто этому противостоит, желая определенности, в особенности, когда нам бросают вызов тяжкие проблемы и вопросы. Но, знаете, философия не дает однозначных ответов, только множество одинаково справедливых перспектив. Куда это вас приведет? О, да, порой возникает потребность сформировать некий набор техник вопрошания и глубинного понимания. И тут к человеку приходят блуждающие неосознанные мысли, которые вроде бы и не выводят путешественника на прямую дорогу, и все же в нашем реальном мире помогают углубиться в источник мудрости и познания. И тут непонятно откуда является на свет определенная открытость ума, и каждый камешек на этой дороге вымощен знакомствами с новым мировоззрением. Это знание неприрожденное, его приходится извлекать из собственного практического опыта. Итак, если вы все еще скептически относитесь к сокровищнице знаний, которую открывает эта книга, или если что-то читали раньше и вам не понравилось, то поверьте мне, есть очень ощутимые выгоды от изучения философии. Нет, вы все еще ждете волшебного заклинания фокусников ахалай-махалай, если проголодались или попали под дождь, и никто не раскрывает над вами чудодейственный шатер? Жизнь такая штука, как правило, не дающая конкретных и однозначных ответов, а следовательно, абстрактное мышление очень даже материально вам поможет. И все же, и все же, друзья мои, ваши материальные желания бледнеют по сравнению с великой ценностью поиска собственного пути философии, вашего личного пути к самореализации и счастью. И он, ваш личный путь, уходит корнями в искании великих мыслителей истории. ценностью